Всем большой привет! Надеюсь, уже при такой яркости мы с вами будем сегодня снимать пустые баночки. Накопилось у меня довольно много всего. Это будет в основном уход сегодня и товары для дома, по уходу за собой, бытовая химия. Если вам интересна такая тема видеоролика, это будет один, наверное, довольно длинный видеоролик, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Вообще, наверное, в таком вот цвете волос вы меня сегодня видите последний раз, потому что я хочу сходить в парикмахерскую. Да, я наконец-то до этого дошла и сделать там милирование. Так получилось, что вот сегодня попозже я уже сделаю и, возможно, завтра вам уже выложу какой-то утром другой видеоролик, где вы меня увидите уже, наверное, с другим цветом волос, но вот пока как раз мне захотелось так. И вот такая вот классная футболочка. Это не просто, кстати, футболочка, такая она моего любимого розового цвета фуксии. И, как вы видите, сейчас у меня сережки, маникюр, все с этим цветом. Помаду я постаралась найти. Это, кстати, не помада, а карандаш от Эйвен, розовый букет и блеск. В общем, захотелось мне как-то поярче сегодня для вас быть. Макияж глаз у меня тоже такой, ну, как-то не совсем уж обычный для меня получился, но такой я делаю почаще. В общем, в таком образе начинаю для вас снимать пустые баночки. Начну я вот с этого средства. Я не очень люблю вот запах алоэ, но у меня был вот этот гель для бритья. Я для себя беру именно женский, потому что мне нравится. Я не пользуюсь мужскими. У меня это Setting Care Aloe Vera гель для бритья 200 мл. Довольно быстро сейчас это теплое время года заканчивается. Для многих мест, значит, подходит это гель. У меня тут немножко такие спецэффекты. В общем, это гель, который пахнет алоэ. Так свеженько, траллинисто. В общем, кто-то, я знаю, очень любит такие запахи. Я не любитель. Но вот это мне попалось, именно этот гель. Я уже его истратила. Приятный такой пенок. Этот гель превращается потом в пену. В общем, мне нравится. Я могу посоветовать. Баночки тут я буду с собой рядышком складывать, потому что у меня пакет, еще раз повторюсь, большой. Буду все брать, как попадается, чтобы время сильно долго не задерживать. От Фаберлик вот этот вот гель для очищающей, для туалета, морская свежесть. Очень слабенький. Но вот как по мне, лучше, наверное, какие-то другие брать. Жидкие, быстро расходуется 500 мл. Артикул 30292. Мне он не понравился. Я его, скорее всего, повторять не буду. Мне кажется, что нужно что-то для туалета посильнее. И этот гель, ну так, для меня, ну на троечку. То есть, если у вас там небольшие совсем загрязнения, может быть и нормально. Если что-то вот как-то более глобально почистить или еще что-то, у меня такое порой бывает, что нужно, ну вообще абсолютно ни о чем. В общем, я советовать не буду и не могу. Очень мне понравилась вот эта серия, которую я брала от жидких мыл для, ну, в общем, для себя, для дома, для использования от Mixit. Я не особо такой любитель вот этой марки, потому что я ее и не знала. Вот это первое, что я попробовала, и мне понравилось. Я брала это на Вайдрис, и это было три жидких мыла от, ну, Mixit, да, соответственно. Вот это банановое, бананчик кремовый, и пахнет вкусно бананчиком, но из минусов большой, очень быстрый расход. Лично, вот как у меня банан натуральный, банан очень похож на банан, который Фиберлик. Если вы его знаете, этот аромат любите, то и... Ой, я даже поела немножко банана, в общем, сейчас, видимо, да, я этот помадку подсотру уже, получается. Ну, в общем, банан классный. Банан этот мне понравился, приятный. Ну, вот насчет того, что было жидковато, не знаю, буду повторять или нет. У меня сейчас вот сразу вам покажу и другие здесь есть. Намного больше мне вот этот аромат понравился, клубники. Здесь заявлено хороший состав, это суперфуд, опять же, суперты, да, вот эти суперфуды, они везде не тестируются на животных. В общем, так это все хорошо у Mixit написано. Это для меня не дешевая, не бюджетная цена, но почему бы не попробовать, да, когда хочется, тем более, не то, что я там смотрела блогеров, еще что-то, мне просто нужно было жидкое мыло, и мне захотелось чего-то нового. На Валберрис листаешь, там какие-то темы смотришь, и что-то вот попадается. В общем, я взяла там этот наборчик. Это Strohberry клубника, но она, по-моему, здесь не одна, а еще с чем-то. Клубника и базилик, да. По поводу бананчика, сейчас я тоже посмотрю, здесь просто один банан. Клубника и базилик пахнет клубникой с такой небольшой травянистой ноткой, какой-то вот запах травки. В общем-то и целом мне понравилось. Аромат вкусненький, такой приятный, какой-то клубничный, наверное, конфеткой, жвачкой. Не совсем уж такой натуральный. Ну и вот этот базилик дает немножко такую травянистость какую-то такую, но совсем едва заметно. То есть для меня это все-таки больше про клубнику, про клубничное варенье, жвачку, конфетку. Вот такой классный вкусный аромат. Вот это мыло у меня уже, по-моему, побольше расходовалось, но, в общем, оно мне было как-то поприятнее. Но так как там набор, то, соответственно, я всем и воспользовалась. Еще из жидкого мыла у меня закончилось. Мыло для кухни от Faberlic, устраняющего запахи. Я беру его часто, им я мою руки, им я мою посуду. Можно им мыть детское что-то, да, по-моему, здесь тоже можно. Конечно, фрукты, овощи, конкретно это был у меня зеленый чай. Приятный такой свеженький аромат для лета. Сейчас у меня в использовании два, по-моему, даже кофе и вот эта новинка, которая вышла, у них и новинки тоже выходит. Артикул данного 30212. В общем, классное мыло, надолго его хватает, устраняет запахи рыбы, чеснока, неприятные запахи с досок, с ножей, с посуды, с рук. В общем, все классно, хорошо, могу посоветовать. Обожаю я бытовую химию от Faberlic. Уже много лет ей пользуюсь, средствами для мытья посуды. Вот этими средствами могу посоветовать. Что еще у меня попадается? Вот это такой ретро-реалитет, вот так вот стекает остаточек на пустую баночку. Это гель для душа Камэй. Я много лет блогер, и когда я начинала, эти гели были. Гели эти были в доступе, мне они очень нравились, за счет того, что у них парфюмерная композиция. То есть это уже готовый такой продукт, который, наверное, не нуждается в каких-то спреях, там молочко для тела, каких-то еще в чем-то. В общем, мне кажется, это продукт уже готовенький для того, чтобы просто его нанести, и уже можно не пользоваться какими-то молочком, кремами. Сейчас мне, если честно, я лень, еще что-то я вообще летом ничем сейчас не пользуюсь, наверное, кроме спреев. Спрей мне очень нравится от Faberlic сейчас, которые вот эти идут к гелям для душа. Я пользуюсь сейчас этими гелями, это у меня ананасы, лайм, идет вот эти ароматы, потом черника, по-моему, ежевика, вот к ним ко всем есть спреи, вот я ими пользуюсь. То есть гелем намылась и быстренько спреем поспреилась. Вот этот гель уже не нуждается, потому что этот аромат, как по мне, остается на коже. Данный, который у меня был, у меня еще один остался в использовании, это вот точенный аромат французской розы, романтик, вот этот, я люблю аромат розы. Здесь аромат розы парфюмированный, такой вот как в духах, какой, знаете, как раньше ретроаромат. Если вы любите ароматы розы, вам они нравятся, не противны, и вам не кажется, что это все такое в маму и бабушек, то я вам советую попробовать этот гель. Я его брала в Улыбке Радуги по скидкам, вместе с тем вторым фиолетовым гелем, и мне они вышли очень дешево, бюджетно, по-моему, что-то там за 100 с чем-то рублей, или за 200 две штучки. В общем, очень недорого. Здесь объем 250 миллилитров, открыто может быть 12 месяцев, но у меня, конечно же, это все намного быстрее закончилось. Вот аромат вот этот, мне кажется, для меня больше как дневной, второй больше вечерний. Второй, когда закончится, вам тоже покажу обязательно в пустых баночках. У меня, кстати, тут рядом стоит, я вам покажу, потому что закончится скоро от Фаберлик Дезодорант, и я вам его все-таки покажу, потому что это осталось буквально... Ну, вот я даже так вот не слышу его звука. Это аромат серии Ля Крем. Ой, говорю, Дезодорант и аромат тоже. Мне он нравился больше на теплое время года, потому что аромат теплый, приятный, вкусный, согревающий. Хоть это у меня и пустые баночки летом, но тут что-то и весной, и зимой даже было. Ля Крем – это идет молочные протеины с экстрактом овса. Он пахнет овсом, но не совсем так вот прям. Скорее овсяными какими-то печеньками его для меня пахнет довольно вкусненько. И каким-то еще вот таким, знаете, немного, конечно, вкусным кондитерским ароматом, какими-то булочками, выпечкой. Если любите, такие запахи я советую. Для меня больше был на теплое время года. Сейчас вот я его уже полностью весь закончила, и у меня в использовании другой дезодорант. Давайте уже покажу кратко. Вот этот от Юми, это который пинаколада. То есть сейчас мой летний аромат – это вот этот коктейльчик с кокосом ананаса. По-моему, да, он идет, очень вкусный запах. Но он такой же бодрящий. И вот это вот напиточка, вот это аромат и запах. Есть пинаколада алкогольный, есть безалкогольный, но в любом случае кокосом у нас классное сочетание. Мне оно нравится очень лето. Вообще я любитель именно такого сочетания. А вот этот могу посоветовать на осень, на зиму. Приятный, быстро впитывается. Но, по-моему, вот эти дезодоранты, не знаю, сейчас я посмотрю, являются ли он… А, да, является этот дезодорант адиперспирантом. Думала, являются ли нет. Ну да, хорошо. Хорошо, подольше нужно, наверное, минут 5 ему высохнуть. Потом можно будет одеваться. И 48 часов защиты он заявлен. Естественно, только мы не пользуемся. 26-80 артикул. Объем у него 50 мл. Но открытым он может быть 6 месяцев. Вот, в общем, дезодорант хороший, классный. Я попробовала. У меня, по-моему, был еще такой зеленый. Зеленый, мятный, тоже приятный аромат. Вроде бы там еще какие-то есть запахи. Я, может быть, к ним тоже вернусь. И такой дезодорантик я повторю. Потому что я больше люблю шариковые дезодоранты. У меня есть и спрей. Кстати, от Фудерлик, да, раз уже заговорили. Я вам еще немножко покажу, грубо степанчик. То, что у меня есть вот такой, например, Феста Девита. Спрей. И он очень вкусный. И повторяет аромат парфюма. Парфюм у меня этот есть в объеме 30 мл. Мне он нравится. Такой классный, искорящийся, девичий. Какой-то, знаете, больше праздничный, наверное, выходного дня, чем рабочий. Но он у меня есть. И спреев я пользуюсь нечасто. И еще у меня от Фудерлик есть вот этот запечатанный дезодорант. Это комфорт-лина. Пока мне до него руки не дошли, я думаю, что тоже скоро его открою. И также у меня, кстати, есть еще дезодорант от Ariflame. Да, Активель. Который я вот могу тоже сказать, что сейчас у девочек у многих вижу. У меня всего получается раз, два, четыре, пять дезодорантов. Вот я вам их все показала в пустых баночках. Но потратила пару-тройку минут. Кому, может быть, было неинтересно, можете перемотать. А кому-то, кому интересно, то вот я давно не говорила вам про уход. Про летний уход, да, немножко здесь затронула тему. Вот этот Активель дезодорант я брала именно на какие-то спортивные дела, да. То есть на зал. Пока сейчас я в зал, к сожалению, не хожу. Нет у меня такой возможности. Я буду ходить, может быть, в августе, может быть, в сентябре, чуть попозже. Пока вот в июле я отдыхаю от зала, в общем, занимаюсь другими делами. Вот этот дезодорант у меня больше для зала был, потому что он еще лучше защищается. Давайте пойдем с вами дальше. Подарочек у меня был от Олеси. Олеси, она у меня подписана в Телеграмму, присылала мне посылочку. И там был вот такой дезодорант. Я не пробовала вот от Organic Kitchen, да, это идет от Клавы Коки. Тоник для сияния кожи. Он мне настолько понравился. Тоник, вот вы видите, у меня закончен весь полностью, что я себе взяла еще пенку от этой марки. Я вам обязательно пенку подробно покажу и расскажу, я пока ее не пробовала, потому что заканчиваю свою пенку, я ее взяла больше в запас. Была хорошая цена на Вайлберис и заказы с Вайлберис я вам обязательно покажу отдельно. Если не подписались на мой канал, подписывайтесь, оставляйте колокольчик, чтобы то новое видео не пропустить. Я обещаю вам, что я, наверное, в ближайшую недельку-две сниму заказы по Вайлберису, потому что они были, они были интересными, полезными. Но кое-что вы уже и на мне видите, то есть эти сережечки и футболочка, это все с Вайлберис. В Вайлберис много классных, полезных вещей, интересных, бюджетных. И, в общем, там я все вам покажу, может быть, и не только косметику. Но одежду я не могу на себе показывать просто, это как бы не очень удобно. Но я угадываю, как правило, с размером, и я уже одеваю там не только себя, но и мужа. Я ему прикупила кое-что из одежды и из, ну, в общем, таких вот вещей летних. И сыну я прикупила классный такой летний костюмчик и полотенце. Вот сегодня ему отнесу. Ну, в общем, я уже покупочки для родственников, да, для своих родных я не буду показывать. Я показываю только для себя. Ну, давайте, вот, тем я люблю отклоняться, как вы поняли, да, немного, потому что и поболтать с вами тоже я люблю. По поводу вот этого тоника, вернемся. Он не липкий, приятный, имеет аромат, хорошо подготавливает кожу. Это закрепляющий этап, да, перед уходом. То есть это этап наполовину очищения кожи, наполовину, ну да, можем так сказать, подготовки. Это финальный этап очищения здесь, как заявлено, так оно и есть. То есть мы очищаем кожу пенкой или гелем, или кто-то гидрофильным маслом, еще чем-то. В общем, потом мы наносим тоник, да. После тоника мы уже наносим крем и дальнейший уже декоративный уход за кожей лица. Тоник очень классный, в миру липкий. Мне он понравился как на день, так и на вечер. Прикольный такой розовый у него аромат. Ой, говорю, аромат цвет. Аромат у него очень классный. Мне аромат понравился. В общем, вообще только мои восторженные отзывы по поводу этого тоника. Классное такое, девичье, современное оформление клавы коки. Не любитель я ее песен, честно скажу. Это, наверное, не мой все-таки жанр. Это куда-то кому-то помоложе. Не нужно мне там что-то писать и меня осуждать про поводу нее лично. Ничего я не имею против. Но просто это не совсем мой стиль музыки, которую я слушаю. В принципе, я могу ее подслушать для какого-то расслабления, для танцев, для расслабления мозга. То есть, тоже могу. Но классная у нее серия уходовой косметики. Поэтому я ее, соответственно, в этом плане продолжу. Ну, давайте, раз уж я заговорила, все-таки просто вот эту пенку покажу. Вот такая вот она тоже розовенькая. И мне так нравится. Это девичий вариант розового с голубым сочетанием. А аромат, ну, давайте я вам скажу, такой же или нет. А аромат у тупенки совершенно другой. Поэтому попробую и скажу вам уже более подробно потом, когда буду показывать свои покупочки с Вайлдрисом. Дальше у меня от Фаберлик закончился вот этот вот кондиционер. Кондиционер, концентра для белья, артикул 30.0.17. Это новинка вот этой серии Юм, Соу Юм точнее. И она классная. Мне она понравилась. Кто-то говорит, слишком насыщенный, кто-то еще что-то. Но мне очень понравилось. До 30 стирок, возможно. 500 мл, большой объем, нероли и гибискус. То есть это все цветочное. Но этот аромат у меня на белье сильно не ощущается. То есть я и постельное могу себе постирать. И цветное белье, и белое, и черное. Я стираю эти стирки отдельно. Кто-то заморачивается и стирает. Ну, кто-то, говорю, не заморачивается. Наверное, стирает вместе. Я стираю эти стирки отдельно. У меня цветное, цветное, постельное отдельно, черное отдельно, белое отдельно. Мне так удобнее. Стирки у меня сейчас хорошо идут по 40 минут. Мне нравится, то есть ежедневная. И вот, в принципе, с любым и гелем для стирки, я использовала не Фаберлик, я думаю, что и с Фаберликом хорошо сочетается этот кондиционер, и с любым другим, то есть, например, у меня гель для стирки был другой марки, я могу этот продукт, этот кондиционер посоветовать. Мне очень понравился, у него белый цвет, что-то как-то, что белье после него стало какое-то другое, я не заметила, но есть небольшой аромат, и мне он понравился, возможно, как-то я буду повторять, потому что это направление Фаберлик, мне тоже понравилось и подошло. Большая баночка, у меня сейчас попадается здоровенная, это продукты, которые я брала с Вайлдбери, с белорусской косметики Белита, у меня сейчас в использовании остался шампунь, маска, у меня это была, да, бальзам, точнее, кондиционер, это не маска, бальзам, кондиционер, он у меня ушел первый. Шампунем я еще сейчас продолжаю пользоваться, про него я, наверное, в отдельных других пустых баночках расскажу. В общем и целом, это очень достойная, хорошая линейка, которую я насмотрела, он та же из Белоруссии, я думаю, многие ее смотрят и знают, и она очень эту серию хвалила. Давно я хотела попробовать, здесь 500 мл, большой, защитный, стабилизирующий для окрашенных и поврежденных волос, то есть эта серия идет именно для окрашенных волос, у нее приятный аромат, довольно густая была консистенция, мне нравится этот запах какого-то салонного ухода, дорогого, действительно, то есть стоит это вместе, вся серия, наверное, 1000 рублей, вот этот, как его называют, бальзам, кондиционер, да, бальзам и шампунь, но оно того стоит. Шампунь большой у меня еще не закончился, вот, полностью покажу, да, пустая баночка, пустейшая, потому что я истратилась полностью до последней капельки, у меня хорошо вымывается этот бальзам с волос, волосы после него мягкие, приятные, послушные, не скажу, что у меня какая-то, какая-то вообще краска держится, вот это вы видите результат, буквально месяц с небольшим у меня прошел, уже никакого оттенка краски у меня вот этой вот, да, которая у меня была, нет, это у меня уже с подстриганием было, и уже вот у меня видно, да, что есть седина, у меня эта история наследственная по поводу седины, мне сейчас 37 лет, у меня седина с 25 лет, то есть за 12 лет я смогла привыкнуть к тому, что мне нужно красить голову раз в месяц, или раз в полтора-два месяца, к тому, что я нахожусь на людях, и меня люди видят, и видят мой внешний вид, понятно, что я уже к этому привыкла, и поэтому мне немножко надоедает иногда самой краски, сегодня, вот я пойду именно в парикмахерскую к мастеру, которая меня и подстригала, в общем, завтра думаю, что я к вам выйду, что-нибудь небольшое, может быть, побольше сниму, просто пока не знаю, буду я снимать Wildberries, или может быть, что-то еще другое, если у вас будут запросы, тоже пишите, может быть, кому-то макияж был поинтересен, и хотели бы посмотреть летний макияж какой-то, с какими-то, может быть, сияшками, сегодня, кстати, попробовала первый раз, вот этот у меня оттеночек на всю века нанесен тенем жидкие от Faberlic, наконец-то у меня до них рука дошла, это вот на жидкие тени, они как базы, да, я говорила, смотрятся хорошо любые тени, мне, в принципе, понравилось, хорошо смотрятся, но напишите в любом случае, чтобы вам было интересно, полезно, ух, эти баночки будут сейчас, дальше будет Wildberries, дальше будут по макияжу, может быть, что-то еще где-то будет, посмотрим, заказики, заказиков пока нет, будет заказик Faberlic, под вопросом, будет ли заказик Faberlic, заказик Faberlic пока не будет, это вот так, по-моему, к теме заказки, давайте дальше пойдем, дальше покажем, давайте, ребяночки, которые закончились, это баночка из Wildberries, вот такая, много было хороших отзывов, мне тоже понравился этот аромат, классный он, наверное, на лето, все-таки шампунь, гель, морские минералы, тонизирует, очищает, ничего не сказал, конечно, мне, как многие мужчины, но могу сказать, что приятно пахнет, такой голубоватый цвет, обычным мужским запахом, подойдет, наверное, без возраста, мне кажется, мальчишкам, даже подросткам, лет 15-16, можно мыться таким, много было отзывов, хороших, приятных, хвалебных на Wildberries, поэтому я взяла, здесь объем 250 мл, цена была какая-то бюджетная, я сейчас не скажу уже, какая, 6 месяцев после открытия, ну, конечно, мне почему-то кажется, что эта баночка намного быстрее ушла, потому что шампунь, гель, все, намазались и все, от Avon, а закончился у него дезодорант, я забрала у него, и там, по-моему, какой-то другой я поставила, у него был вот этот XS, 50 мл, весь он закончился, это аромат очень приятный, ну, такой свежий какой-то, с какой-то немножко другой ноткой, ну, в общем, тоже, мне кажется, а у меня это Surf Pulse, в общем, такой свежести, да, мне кажется, подойдет, опять же, как молодым мужчинам и парням, так и уже более зрелому возрасту, вообще, вот без возраста, вот эти дезодоранты, ну, классные они, мне они очень нравятся, они приятные, я имею в виду мужские, то есть, запах хороший, мужской, дезодоранты неплохие, но отзывы, как всегда, никакого нет, а, и второй, кстати, гель, нет, не второй, другой немножко гель, ответвление тоже в улыбке радуги, вот такой у меня закончился, я сначала его долго не хотела использовать, но потом я все-таки руками к нему потянулась, я его распробовала, потому что это парфюмированный гель для душа, это гель для душа Sensi Care, наверное, так назовем, парфюм-шау-гель Magic Bloom, нежное очищение и роскошный аромат, он был какой-то копеечный, что-то 100-150 рублей он стоил, но у него действительно густа консистенция и приятный аромат, который остается на коже, аромат цветочный, так, здесь, наверное, ничего не указано, каким именно цветком он пахнет, да, не написано, парфюмированный гель для душа Magic Bloom ухаживает за кожей, окутывает, окутывает магическим ароматом цветов, вот, послушайте, что здесь написано в верхних нотах, вы услышите аромат красной смородины, действительно он есть, и аромат, так, и роскошный запах цветка черной орхидеи, то есть это красная смородина, ягоды, действительно они здесь есть и чувствуются, и вот такой вот флакончик тоже красный, и орхидея, да, действительно какой-то цветок, ну, я бы сказала, что фиалка, орхидея, там вот что-то вот в таком духе, возможно, это орхидея, да, вообще приятный очень гель, экономичный, мне он понравился, раздражение сухости не вызвал, но и каких-то там супер увлажнений тоже нет, его аромат, как и гель, который до этого вам показывала Камэ, мне кажется, они примерно вот в одном идут и ценовом сегменте, и в одном использовании, а он остается на некоторое время на коже, и, в принципе, по увлажнению, наверное, Камэ все-таки чуть-чуть получше увлажняет кожу, вот этот вообще просто вот помыться, и немножко, как бы было, что приятный запах, все, то есть, наверное, больше ничего я сказать не могу, так, попадается мне здесь красочка, вот эта, давайте я ее покажу, у меня тут еще много-много всего, а время я уже 20 минут говорю, то есть, как бы говорю и говорю, да, красочка у меня была от Faberlic Expert 587 тонн шоколад, такая проходящая уже красочка, недели за две, завтра у меня такая краска начинает стираться, и мне она не очень понравилась, ну, там идут перчатки, окислитель, тут у меня что-то еще осталась сама краска, то есть, все стандартно по набору, ну, результат у меня, наверное, вот как посерединке получился, ни в темной, ни в светлой, неплохая краска, но, в общем, не мое, я перешла сейчас на краску давно олин, не знаю даже, как это сюда, а, я ее для разнообразия, да, попробовала точно, я не увидела разницы между олин и вот, хотя нет, наверное, неправильно вам говорю, вижу я разницу между краской олин и вот этой, потому что вот эта у меня очень быстро смывается, да, все-таки у меня еще на какое-то время остается краска на волосах, последний раз я вот красилась олин, а предпоследний вот эта вот как раз рыжина какая-то, коричневая, это вот, наверное, от этой краски и есть, да, предпоследний раз я красилась, в общем, не очень мне краска подошла, она, наверное, если вообще вот у вас нет седых волос, и вам просто нужно цвет освежить, вот тогда она вам подойдет, то есть, я, наверное, сказала бы, что либо для молодых девушек, либо для тех, у кого нет проблем с сединой, я могу вот эту краску посоветовать, Но я не отношусь ни к тем, ой, я с кадрой, да, я вышла, не видно. Но я не отношусь ни к очень молодым, ни к тем, у кого нет проблем с сединой. Поэтому мне эта краска не подойдет, мне нужна какая-то артиллерия потяжелее. От Фоберлик попадается мне еще одно средство для, из бытовой химию, вот такого, для ванной. Комнаты это средство для очищения ванной комнаты. Антиналет, цитрусовая прохлада, вот быстрое удаление ржавчины, водного камня, из листкового и мыльного налета, устранение неприятных запахов, блеск без царапин. Вот ничего я не вижу на моей ванне, даже когда она очень чистая, это очень щадящее средство. И девочки, которые хвалят Фоберлик, может быть у них очень хорошая ванна, я ничего не говорю, у меня ванна не очень уже новая, может быть у них нет никаких загрязнений, у меня слив идет в ванну, ну то есть у меня слив идет от машины стиральной в ванну, это очень плохо, я понимаю. Но мне вот такое средство, вот оно мне просто ни о чем. То есть я беру какие-то, не знаю, доместы с хлором, да, которые там еще что-то такое, какие-то такие более насыщенные, да, назовем их так, более грубые средства и ими очищаю в ванну. То есть мне это нормально. А вот это средство, это для тех, у кого ванна действительно вот такая вот блестящая, в которой у вас нет слива, там какая-то раковина у вас начищена, или просто вы ее сами так начищаете, и она у вас там суперновая, допустим, или она, пусть даже не новая, но очень дорогая, что у вас она там блестит. У меня, к сожалению, такого нет. И поэтому мне вот это средство не подошло. Но тут каждому свое. Если у вас такие потребности, то это средство подойдет. Если у вас ванна, как у меня, например, загрязняется часто, и у вас слив именно в нее, то это вот вообще будет ни о чем. В общем, не подошло оно мне. Я повторять, наверное, вот бытовую химию для туалета и для ванны по берлик не буду, потому что она мне не очень подходит. Так же, как и вот порошки у меня. Как-то не то, что даже, ну не вымывались, но как-то не совсем мое. Время именно порошки. Давайте вот эту парочку я вам покажу. Мне она очень понравилась. Это я покупала в Улыбке Радуги недорогие бюджетные средства. Так, вот Organic Shop. Organic Shop вот такие. Вот это у меня 01. Я рассказывала вам свой отзыв, когда купила. Мне они очень понравились. У них приятный аромат. Это шампунь защита цвета Инжирный Био. Здесь это средство было намного дешевле в Улыбке Радуги, да, здесь, говорю, в магазине. И я его приобрела. Было запечатано. Удобные упаковки. Приятный такой сладковатый аромат. Действительно, наверное, инжира. Может быть, какой-то такой немного еще косметический. Красивый дизайн. Вот этот амбре, да, переход к сиреневому, к розовому и такому персику. Мне очень понравилось. Хорошее модное решение. И вот эти тубы, в принципе, удобные. Закончились они у меня одновременно. 02. 02. Это Инжирный Био Бальзам для волос. Насыщенный яркий цвет до 10 недель для окрашенных тусклых волос. Но у них такого результата, как я вам говорю, никогда не бывает. У меня проходит месяц. У меня любая краска. Что салонная смывается. Что с Фаберлик. Что вот просто любая. Поэтому. Но мне это средство эти понравились. Они мне подошли хорошо. И я могу их посоветовать. Потому что они приятно пахнут. Мягкие, щадящие. Вымываются хорошо с волос. Хорошо очищают голову. Вот про шапу. Да, я говорю. Довольно экономичные. В принципе, мне их хватило нормально. Если у вас средняя длина. Если длинные волосы, наверное, нет. Потому что объем у них по 250 миллилитров. Средства довольно-таки густые. Перламутрового цвета. Красивые, приятно пахнут. Бальзам. Хорошо смывается с волос. Что мне понравилось. У меня некоторые не очень хорошо смываются. И нравится то, что ухаживают. Волосы мягкие, послушные, приятные. Все мне, в общем-то, нравилось после этой серии. Хотя серия довольно бюджетная. Я никаких чудес от нее не ожидала. Потому что я люблю что-то не то, чтобы даже более какое-то, может быть, дорогое. А может быть, больше что-то раскрученное. Потому что, например, на Валберес про эту серию вообще нет отзывов. Сами продукты на Валберес стоят дороговато. Но я пришла в магазин, посмотрела. И мне понравилась цена. Тогда была скидка как раз хорошая. По-моему, по 200 рублей я их взяла каждый. Мне очень понравилось. Я взяла, попробовала. И действительно, мне эти средства подошли. Я их как-то думаю, что повторю. Хорошие и приятные. Так, еще что-то у меня тут завалялось от Фаберлик. Да, у меня, наверное, баночка еще. Весны. Лимитка. Вот это вот. Так, еще раз. Такая баночка, конечно. Ну, вот такая, в общем. Она не очень в приятном виде. Так, баночка. Это Фаберлик. Спринг Бьюти. Да, весенняя серия. Фрезия. Аромат приятный. Мне понравился. Не скажу, что я бы такое стала повторять. Один раз попробовать побаловаться. Почему бы нет? Он не остается на коже. Он не сушит, не увлажняет. Цветочный легкий запах. То есть, в принципе, я ничего такого не могу сказать. Ухода здесь никакого, естественно, нет. Объем здесь идет 200 миллилитров, 33,74. Если вы любите цветочные ароматы, этот Фрезии, он цветочно-свежий, то я могу посоветовать. То есть, он не приторный, не сладкий, но он женственный. Он действительно цветочный, и у него приятный тюбик, почему бы и нет. Но такого какого-то супер ухода, там еще чего-то, конечно... Так, я прошу прощения, мне в телефончик не улетел с моего штатива. Сейчас поставим обратно, да, не будем уже так шалить больше, потому что я планирую доснимать. Так, из нитимной гигиены у меня закончился вот этот гель Стори Де Амор от Фаберлик. Это с афродизиаками для чувствительной кожи. 200 миллилитров, 87,22. Хороший, приятный, не вызывает аллергии, раздражения. Мне он нравился. Я уже повторила в другом оформлении, у меня сейчас сиреневый такой. Кто-то любит Арифлейм, кто-то Эйвен. Эйвен у меня не всегда мне подходил, честно скажу, но других когда не было. Я пользовалась только Эйвен для этой цели. А потом мне понравились вот эти. Мне тоже нравятся, подходят, и они хорошие. Немножко я выпадаю иногда из кадра, но как есть. Вот этот гель у меня закончился, мне дарила Лиза. Большое тебе спасибо, классное оформление и хороший, приятный гель. Дошла у меня до него рука, я его очень быстро использовала. Это мой любимый аромат лаванды. Я его обожаю. Здесь действительно цветочно насыщенно пахнет лавандой. И, по-моему, на какое-то небольшое время этот гель остается на коже тела. Гель сам небольшой, Аделиды, наверное, так называется. И тут 250 мл в этом геле. Так, прошу прощения. Этот гель хорошо пенится, приятно. Он действительно гель имеет приятный аромат лаванды. Да, я еще раз повторю, кто его любит, я советую. И у меня еще в наборе был скраб. Скраб у меня один открытый, я пока его использую. Может быть, потом я его покажу вам в пустых баночках. И еще один у меня вообще запакованный. Дальше. Это отдельно шампунь. Это героника идет. Так, сейчас почащу немножко, покажу. Вот такой шампунь Исей Эксперт. Приятный базовый шампунь. Рост волос шампунь. Ну, конечно, у меня ничего не роста от этого шампуня, но оно не понятно. 400 мл, 1770 артикул. Приятный, хороший шампунь базовый. Приятный аромат. Ну, в принципе, голову очищал хорошо. Я вот эти вот шампуни, вот эту серию Эксперт, люблю. В отличие от серии, которая более дорогая. Не помню, если честно, сейчас как она называется. Ну, я думаю, все знают, такие круглые баночки у меня ходят. Салон, по-моему, да, как-то. Салонка я вроде или как-то так, я уж не помню. Вот, в общем, та серия мне не подошла. Вот эта серия мне подходит. Я периодически ее беру, повторяю. И у меня было и для окрашенных волос. Я для окрашенных волос чаще всего такую серию повторял. Но этот шампунь окажется хороший, базовый, но жидкий. И за счет этого быстро качается. Уже в пакет я себе тут положила. Вот потому что я нашла еще вот что. Бальзам. Бальзам намного быстрее заканчивается, потому что он маленький. В нем 170 миллилитров. 1,771 артикул. И вот тоже, соответственно, такой же запах. Бальзам чуть погуще. Ну, да, нет, запах даже там в шампуне понасыщеннее. Здесь такой помягче. Запах хороший, аромат такой приятный. Даже в какой-то степени салонный. Красивые баночки эти. Но я вам говорю, что такие средства, они как базовые. Если у вас вообще не окрашены волосы, я могу поставить. Если окрашены, но не сильно убиты, не какие-то такие, которые нужно восстанавливать. Просто обычно помыть, все подойдет. Почему бы нет? Вот такие масочки я попробовала. Такая маска мне для лица очень понравилась. Это тканевая маска с красным женщинем. И она была, по-моему, так. Экстракт красного женщиня. Так, аллоген здесь есть. В общем, хорошая маска. Извлечь маску положить на 20-30 минут. Пользовалась я, по-моему, полчаса держала. Масочка мне понравилась. Могу ее посоветовать. Закончился у меня еще вот такой гель от... Вот, Swarberry сбрала. Сейчас марку я вам скажу. От, от, от. Family Cosmetics. Love My Skin. Крем-гель для душа цветочной феерии. Долго он у меня лежал. Здесь 93% натуральные компоненты из Германии. По крайней мере, то, что здесь заявлено. Гель очень многогранный, красивый. Мне кажется, что он перекликается по аромату с гелями для душа. И от Ava, и с премией, который у них есть. Здесь экстракт лотоса, экстракт франжипани и кокосовая вода. То есть, вот это сочетание мне очень понравилось летом именно. Чувствуется здесь кокос, цветочки, вот что-то такое нежное, приятное. Гель мне очень нравился. Хороший, экономичный даже в какой-то степени. 300 мл в нем было. Мне он понравился. Приятный. Сначала я не особо им хотела пользоваться. А потом у меня рука к нему потянулась, я его весь истратила. А, и второй вот такой еще гель. Я вам не сказала, там было две лимитки, которые я была. Вроде их было три. Третий был Жасмин. Жасмин я не очень люблю. Вот этот второй. Второй Камелия. Это тоже была весенняя серия Фаберлик, Спринг Бьюти. Геля душа, артикул, скажу на всякий случай. Может быть, такие гели еще можно встретить на распродаже. 33, 75, 200 мл в нем. Приятный аромат. Вот этот аромат мне понравился больше. Это для любителей цветов розы, шиповника, камелии, что-то еще, орхидеи, допустим. То есть такой цветочный, уже более цветочный, но не сладкий, не припеванный аромат. А именно таких цветочков. Гели идут средние по густоте. По густоте вот этот был розовенький такой, розово-персиковый. Приятный, очень красивый, женственный, но ничего не делал, опять же, повторюсь, по уходу. То есть это что-то уже какие-то либо другие гели, либо другие вообще продукты. Не так много у меня баночек осталось. Думаю, что, наверное, дольше буду снимать. Баночка у меня вот такая. Мне дарила Настя. Привет тебе, спасибо. Совсем чуть-чуть остаточек остался. У меня был такой дневной крем. Вот ночной я подольше тратила. Все-таки не полностью у меня получилось не подружиться, потому что крем для моей кожи. У меня кожа нормальная, склонная к сухости зимой и склонная к жирности летом. Вот этот крем очень сильно жирнит кожу. Нет, это крем черный жемчуг, сияние энергия для лица ночную. По-моему, он был антивозрастной. Я его повторять, к сожалению, для себя не буду. Я сейчас взяла вориаль уход, вечерний ночной, мне он подошел больше. Потому что там крем не особо жирнит кожу. Это прям ложится с какой-то пленкой. Я его ощущаю, и он очень сильно жирнит кожу. Если, наверное, кожа сухая, то он вам подойдет. Если жирнена комбинированная, то вряд ли. Так, что еще? Вот такое мыло от Oriflame. Приятно, прикольно. Так прекрасно пахнет. Такое сердечко. Это мыло. Ну, в общем, вот такое. Брала его. Ставила ему упаковочку показать. Не пустая баночка. Не успела я закончить. Но покажу вам летом. Это было того лета средство. Хотела оставить на это лето. Не дожило. У меня, к сожалению, это краса. СПВ-25 с правительством сезащитной. В том году пользовалась. Мне... Ну, зашло оно, но оставила. Не успела истратить до следующего лета. К сожалению, испортился у меня здесь аромат. В принципе, хорошее солнцезащитное средство. Если вы живете, находитесь в средней полосе. И у вас кожа бледная. Да? Ну, такая даже не бледная, а, наверное, средняя. Вот как у меня. У меня она не совсем бледная, но такая средний тон у меня. Не скажу, что сильно темная, но уже не светлая осталась со временем, с годами. Раньше была светлее. Здесь идет СПВ-25. Средняя степень защиты от улучшений. То есть она есть средняя. Не для смуглой кожи сильно, да? Ну и не для белобеснежек. То есть вот как-то средненький такой тон, если у вас то подойдет к коже. К сожалению, не успела. Сейчас я пользуюсь другим. И, по-моему, не помню, показывал мне вам его или нет. Вроде бы еще не показывала. Вот такой у меня сейчас пантанол. Мы всей семьей. Сын у меня, папа, я, ходили все загорали, мазались вот эти... А, папа у меня не мажется точно. Сын и я только... А, нет, мазался, мазался, неправильно был. Папа, сын и я вот мазались все вот этим средством. Оно очень экономично. В нем всего лишь 100 миллилитров, но оно хорошо распределяется. Сначала оно белое, потом становится как бы таким прозрачным. В это пантанол. Я покажу вам его еще раз потом поподробнее в своих покупках и заказах свадберис. Потому что там я выбрала. Давайте покажу кратко вот этот оксид. Я его повторяла краски олин, оксид олин. У меня был 6-процентный, который закрашивает седину, окисляющая эмульсия. Смешивает с краской, да? Ну, там, в общем, подструкции можно почитать. Беру не первый раз, мне нравится. Ну, долго говорить я не буду, кто сам красится, либо кто не знает. Как-то я думаю, понимает, о чем я говорю. Так, все маленькие какие-то тут у меня пошли баночки. В общем, вот такая вот баночка. Это зубная паста у меня закончилась полностью. Которую я брала антикариес. Она идет нано-комплекс. 75 миллилитров. Вау, да, наверное, вот. У меня здесь просто пыль попала, я уже почесываюсь, прошу прощения. Вот эта паста, она была заявлена отбеливающей. Таковой вот эта паста не является. У меня есть вторая в запасах, и я не знаю, я ее, наверное, выставлю, конечно. У меня будет муж ей зубы чистить. Ему все равно. Сказал, что ему без разницы, вот пусть ее и тратит. А мне эта паста ни к чему, почему. У меня зубы сами по себе желтоватые. И, наверное, единственная паста, которая мне подходит много лет, это сплат или сплет. Наверное, многие знают, что при ее не особо высокой стоимости эта паста очень хорошо выбеливает зубы. И меня на это делают. Вот эта паста являлась отбеливающей, не отбеливает она ничего. То есть вот зубы, как у вас были, так и остались. Немножко появится такой эффект какой-то мятности вот в этой пасте. Мне не нравится ее привкус, поэтому у меня вот я взяла такие две. Там было можно брать две в наборе, и я как-то даже пожалела. Ну, вторую я говорю, что у вас есть кому-то тратить, и тратить. А, у меня аромат один закончился. Вот, да, от Ивночки. Она мне прислала, большой тебе привет и спасибо. Это Givenchy и Resistable. Вот, этот, да, у меня уже здесь все в пыли. Поэтому хочу бы быстрее снимать, уже идти дальше, бежать по своим делам. Как раз в парикмахерскую. И Resistable Givenchy. Ну, как я понимаю, у меня был оригинал. Такого весит, упаковочка. И... Очень приятный запах и аромат. Он абсолютно нераздражающий. У него есть ноты. Я, к сожалению, сейчас к вам пустым баночкам не подготовилась. Эти ноты не напечатала, не нашла. Можно посмотреть в интернете и посмотреть, сколько стоит и так далее. Мне досталось, ну, как-то, скажем, за копеечки. Все-таки я заплатила эти копеечки не совсем в подарок. Но это оригинал. Он, естественно, стоит дорого. Мне хотелось чего-то такого. Это если вы хотите на выход, на работу, ну, вот для меня как ассоциация, да, куда-то выйти в кафе, еще куда-то. Куда-то вам нужно, допустим, в магазин, но на весь день вы об этом знаете. Потому что аромат стойкий, аромат приятный, для девушек, для женщин подойдет на, наверное, весну и летом. Вот именно так у меня это ассоциируется. Ароматика, как я закончила. Большое спасибо. Но повторять пока не буду, потому что сейчас у меня много других ароматов и из люксов, что тоже себя присматриваю, но немножко другое. Так, что такое мелкое у меня здесь? Пошу в суле все, прошу прощения. Бритву вам я решила показать вот такую вот. У меня здесь розовенька такая. Одна хорошая бритва, мне они очень нравятся. Я им неодноразово пользуюсь. Это от Биг. Они женские розовые, фиолетовые. В общем, классно, что, опять же, у девушек и у женщин есть что-то отдельное. Долго говорить я не буду. Хорошие, порезав у меня с ними было минимально. Не истратила я крем. Вот такой у меня был подарок. У меня здесь еще практически весь этот крем. У него, к сожалению, испортился запах. Это крем Гордения. Не совсем мой аромат. Аромат такой насыщенных цветов. Как-то вот меня отсылает в сторону бабушек все-таки. Вот это в сторону Редро. Но это, опять же, мое мнение. Не совсем мне подошел этот запах крема, поэтому рука мне к нему не тянулась. У меня практически полный тюбик. Ну, ничего страшного. То есть, бывает же, что подходит косметика, бывает нет. Это я честный блогер, как вы знаете. Я вам говорю всю правду. Именно свое личное мнение. Славская пятна совпадает замечательно. Если нет, то тоже это очень хорошо. Потому что все мы разные. И все нам подходит разное. Я вам говорю именно свое мнение. К сожалению, вот это ответ нет. В отличие от других продуктов, например, мне очень понравилась вот эта маска от Эйвон. У меня еще какие-то старые запасы были, я не знаю, какие 22-го года. Я ей пользовалась до победного. Всю эту масочку я истратила. Это серия Пиленед Спа Ритуал Аюрведа. Маска для лица с индийским экстрактом корня куркумы и экстрактом кокоса. Ну, конечно же, там купилась, как всегда, на кокос. Но куркумы здесь наверняка намного больше. Потому что куркума желтая. И масочка эта идет тоже вся такого желтого цвета. Она классная. Она имела приятный аромат. Хорошо на кожу очищала. Именно, мне кажется, работала... Какой она заявлена-то? Она никакой не заявлена. Но мне кажется, что она больше всего работает на очищение кожи. И ее нужно наносить было на 5-10 минут всего лишь. Но я в основном наносила на 10 и смывала. Очень классная приятность. Если где-то ее увидите. Вообще масочки Planet Spani как были работающие, так и есть. Мне просто не нравится их ценник. То есть раньше они стоили 100-150 рублей. Ну ладно, 200. Сейчас они уже в каталоге AVEN по 300 рублей. Это просто, ну я не знаю, это жутко как дорого. Потому что можно уже найти аналоги на том же самом Wildberries. Можно найти, не знаю, даже маски какие-то другие. И те же самые одноразовые маски, да, если брать. Потому что тут объем-то как бы, ну кажется, что и не особо 50 миллилитров-то большой. В общем, можно найти аналоги подешевле. Но маска хорошая. Если кому-то она нужна, то могу ее посоветовать. И понравился мне очень вот этот крем. Я его весь истратила. Вот Фаберлик Блум. Это серия 35+. Насколько я помню. В нем 50 миллилитров. Открыто может быть 6 месяцев. Артикул 0688. Этот крем приятный. Он хорошо подготавливает кожу для нанесения дальнейших средств. Таких как тональный крем. То есть быстро крем впитывается. Он легкий, приятный, хороший. У него замечательный запах. Все мне в нем понравилось. Да, запах, конечно, аромат мне очень нравится. Цветочный именно аромат. Как я люблю. Такой ненавязчивый. И быстро он уже исчезает с лица. Можете наносить потом смело уже. Либо CC крем или BB, да, кто наносит такой с уходовыми компонентами тональный. Или уже так же тональный крем, какой вам нужен там с антивозрастным эффектом. Либо еще какой-то другой. Но есть одно но в этом креме. Я хочу об этом сказать. Это нигде не заявлено, что так и есть, что этот крем без SPF. То есть я вам советую им пользоваться до лета. А потом уже приобретать какой-то может быть с SPF крем, да. Чтобы вам выходить на улицу. И яркая солнышка делала свое дело. Да, то есть как бы работала на вас, в вашу пользу, а не против вас. То есть была защита от ультрафиолетовых лучей. Для этого нужны другие кремы. А этот крем он легкий, мягкий. Может быть на весну он подойдет, там до мая месяца. Даже, наверное, не до июня. В мае уже солнце ярко насыщено. Апрель могу его на март посоветовать. На осеннее время. То есть такое межсезонье. Весна и осень. Я бы очень посоветовала этот крем. Зиму что-то нужно. Я, например, зима Фаберлик беру. Крем мне подходит. И я не трачу деньги очень бюджетно. А летом я беру, допустим, какие-то вот тоже самое Фаберлик крем из SPF. С большим удовольствием трачу. Мне пользуюсь и мне не подходит. Ну, осталось у меня буквально пара баночек. Видите, как мы с вами довольно быстро идем. И осталась у меня еще щетка зубная. Она, конечно, ужасная. Но я вам ее сейчас все-таки покажу. Потому что я хотела. Немножко она желтоватая вот такая стала. Наверное, видно это на камеру. Это от Фаберлик щеточка. Я ее попробовала силиконовой. Это действительно для меня что-то новое. Поэтому я решила вам рассказать и поделиться своим отзывом. Потому что до этого я брала обычные щетки. Сейчас я, кстати, снова на обычной щетке. Потому что мне кажется, что от силиконовых нужно тоже отдыхать. Но я вот такую щеточку себе повторю. Возьму как-нибудь еще. Потому что я действительно вижу разницу именно в очищении зубов. От обычных щеток у меня зубы не так сильно очищаются. Но вот эта щетка именно с пастой, кстати, с плат. У меня работает вместе очень хорошо. Напишите в комментариях ваше мнение. Было бы мне тоже интересно почитать, как вы именно к силиконовым щеткам относитесь. Потому что как-то подруга меня спросила. Вот я у тебя покупала силиконовые щетки. А ты знаешь, их пробовала. И я сама поймала на мысли, что я вообще даже их не пробовала. И решила попробовать. И мне оно очень понравилось. Она бюджетная. Стоит в районе 100-130 рублей. От Фаберлик еще у меня осталась. Вот такая полностью пустая баночка. Это действительно хороший, бюджетный, ну как не особо бюджетный, я взяла бюджетно по акции, крем Miss Skinny. Это крем для кожи вокруг глаз. Мне не нравится только вот упаковка в нем. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот он начинает просачиваться. То есть упаковка прохуждается, становится худой, да. И это мне не нравится. Вообще крем очень хороший. У него удобный здесь дозатор. Мне здесь выдавить вам, показать, правда, нечего. Потому что крем я истратила весь полностью. Он подходит для кожи вокруг глаз как на утреннее применение, так и на вечернее. Быстро впитывается. У него приятный запах. На него хорошо наносить декоративную косметику. Мне очень он всем нравится. Никакого аллергии, раздражения от этого крема у меня нет. И я его использовала очень долго. При том, что здесь идет сколько? Сейчас я вам скажу, сколько. 15 мл. То есть стандартный крем. 6 месяцев после открытия можно допользоваться. И артикул 0640. В общем, такой приятный крем. У меня сейчас в использовании дневной крем от Мискини. Мне тоже нравится. Я считаю, что этот запах довольно удачный. Для, наверное, не для со всех молодых. Вот так бы я определила. То есть не 18. Ну вот где-то 20, наверное, плюс. И, наверное, вот до 40. Вот где-то 20-40. Такой вот средний возрастной сегмент. Мне кажется, что для многих подойдет. Ну и последняя баночка. Тоже у меня истрачен полностью уже. Вот этот кремик. Это мне мой мастер по маникюру дарил. Вот этот же нерадостный кремик авокадо. Я не особо любитель авокадо. Но с удовольствием истратил. Потому что тут приятный крем. У него не особенно такой выраженный запах авокадо. Ну, скорее просто травянистый. Нейтральный перламутровый цвет. Крем легкий. Я бы сказала, что он больше для летнего времени. Для рук, для ногтей. Небольшой формат у него идет. 30 грамм. И, ну, такое удобное. Взять с собой в косметичку, в сумочку. Почему бы и нет? Вот на сегодня 45 минут я с вами уложилась. Это все мои пустые баночки. Если вам это видео было интересно и полезно, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Лайк. Если не подписались на канал, подпишитесь. Впереди вас ждут новые видеоролики. Выставляйте колокольчик, чтобы не пропустить эти новые видео. Они обязательно будут на канале. Всем желаю отличного настроения. Хорошего продолжения лета. Хорошей работы, кто работает. У кого отпуск, хорошего отдыха. Всем здоровья. Самое главное, счастья. Удачи. Отличного настроения. Косметики и покупок, чтобы вас радовали. Чтобы все у вас было хорошо. Складывалось как нужно. И чтобы покупки тоже только вас радовали. Всем удачи. И всем до новых встреч.